Приветствую всех! Напоминаю, что сегодня мы традиционно рассматриваем важные события недели ушедшей. Далее переходим к не менее важным событиям уже недели наступившей. Ну и, конечно же, ситуация на валютном рынке. Основные движения, основные тенденции, все это мы рассмотрим сегодня в течение ближайших 25-30 минут. Рассматривая события недели ушедшей, последние недели лета, отметим, что она была относительно насыщена на экономическую статистику. В минувший понедельник был опубликован отчет немецкого института Айфо, который оказался несколько хуже даже прогнозов, которые были ориентированы на снижение деловой активности и текущих ситуаций. Вообще, рассматривая статистику из еврозоны, уже не первую неделю, можно отметить, что ситуация не меняется, ситуация остается стабильно негативной. Ну и подтверждение тому являются последние данные, вышедшие по ВВП Германии на прошлой неделе. Вторая оценка по ВВП не пересмотрела негативные тенденции по приросту валового продукта крупнейшей экономики Европы. Другие события минувшего понедельника, в частности данные по рынку жилья, объем продаж на первичном рынке жилья Соединенных Штатов Америки, продемонстрировал снижение. Снижение, причем снижение неожиданное, и здесь стоит отметить, что в отличие от ожидаемых 4,7% роста, снижение составило 2,5%, и таким образом первичные продажи падают уже второй месяц, что является достаточно негативным, скажем так, звоночком для экономики США. Так как известно, об этом неоднократно мы говорили на наших обзорах, данные по рынку жилья являются, скажем так, лакмусовой бумажкой, которая отражает настроение потребительского сектора, ну и, конечно же, состояние крупнейшего сектора экономики Соединенных Штатов Америки, рынка жилья. Во вторник, 26 августа, были опубликованы данные по торговому балансу Новой Зеландии, здесь мы увидели, как ожидали, дефицит, но дефицит составил не 475, а 692 миллиона новозеландских долларов, на нем мы останавливаться не будем, так как, в принципе, эта новость имела ограниченный характер влияния. Другие не менее важные данные, такие как изменение объема заказов на товары длительного пользования, продемонстрировали резкий рост, и здесь хотелось бы остановиться более подробнее. Отметим, что объем заказов на товары долгосрочного пользования, по сути, отражает инвестиции в экономику. В Соединенных Штатах Америки данный показатель колебался около нуля в течение последних пяти лет, и вот, ориентируясь, во-первых, на износ оборудования, во-вторых, ориентируясь на коэффициент загруженности производственных мощностей, который в минувшем квартале достиг практически 80%, крупный бизнес, видимо, стал ориентироваться на перевооружение, в том плане промышленного перевооружения, то есть инвестиции в станки, инвестиции в основные средства. Именно поэтому мы видим изменение объема заказов на товары длительного пользования плюс 22,5%. То есть новость имела некий такой двоякий характер. С одной стороны, шло понимание, что если растут инвестиции, значит в экономике США в долгосрочной перспективе ожидаются стабильности положительной тенденции. С другой стороны, скажем так, отложенный эффект и масштаб отложенного эффекта, как-никак, пять лет показатель не мог продемонстрировать нормальную динамику. Он, конечно же, заставил сформировать низкую базу, на уровне которой мы увидели такой резкий рост 22,5%. Это очень важный показатель. Он, несомненно, отразился и на американском фондовом рынке. И раз речь уже пошла о американском фондовом рынке, отметим, что на прошлой неделе индекс S&P 500 дважды тестировал максимум 2004 пункта. Кто следит за индексами, знает, что это исторический максимум по данному индексу. И, соответственно, на прошлой неделе индекс переписал ту коррекцию, которую мы увидели в середине августа. Еще раз повторю, достигнув исторического максимума отметки 2004 пункта. Но вернемся к экономическому календарю. Отметим, что в среду 27 августа среди основных данных, в частности, рынок обращал внимание на индекс опережающих и совпадающих индикаторов еврозоны. Индекс опережающих несколько вырос, как и совпадающих. И все же это не прибавило оптимизму участникам рынка, быкам по евро, так как негатива все же остается больше. Вернемся к важным событиям четверга, 28 августа. В течение Тихоокеанской торговой сессии были опубликованы данные по капитальным расходам в частном секторе Австралии. Индекс вырос на 1,1% в квартальном выражении. Это, конечно же, является неким позитивным фактором. И на этом факторе, в частности, австралийский доллар на прошлой неделе пытался вернуться к ранее отмеченным уровням сопротивления. Несколько выросла безработица в Дании. В июле, по прогнозам статистических органов, уровень безработицы в Дании достиг отметки 4,1% против 4% месяцем ранее. Но это, опять же, ограниченная региональная новость. На ней мы не будем останавливаться. Отметим, что также в четверг по еврозоне публиковался блок статистики по индикаторам уверенности. В частности, индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс уверенности в промышленном секторе и другие показатели. Все они вышли в красной зоне. Индикатор потребительской уверенности минус 10. Индикатор условий деловой среды с 0,17 до 0,16 базисных пунктов. Индекс уверенности в промышленном секторе минус 5,3. И так далее по списку все весьма-весьма нехорошо. Как и было отмечено ранее, на прошлой неделе ожидались данные по приросту ВВП США. Уточненная оценка, пересмотренная оценка по приросту ВВП крупнейшей экономики планеты продемонстрировала рост на 4,2%. Еще раз отметим, что первичная оценка показала, что экономика США во втором квартале выросла на 4%. Согласно второй пересмотренной оценке, ожидалась некоторая коррекция до 3,9% квартал к кварталу. И реальные цифры, которые мы увидели в минувший четверг, продемонстрировали рост на 4,2%. То есть еще лучше, чем ожидали эксперты. И как следствие, это, конечно же, моментально отразилось на котировках доллара США во всех валютных парах, где он присутствует. Также на прошлой неделе сократилось в очередной раз количество первичных и несколько выросло количество вторичных заявок на пособие по безработице. Но это разнонаправленные новости, поэтому они нивелировали друг друга. И незавершенные сделки на рынке жилья в Соединенных Штатах Америки, показатель, который также публиковался в минувший четверг, продемонстрировал рост на 3,3%. В последний торговый день, в пятницу, в начале азиатской торговой сессии выходил блок данных по Японии. В частности, индекс потребительских цен, рассчитанный в целом по стране и отдельно по Токио. Далее это уровень безработицы. Отметим, что индекс потребительских цен несколько сократился до 3,4% в годовом исчислении. Уровень безработицы, наоборот, вырос до 3,8%. И в целом, ориентируясь на экономическую статистику, опубликуемую из Японии, и на те ожидаемые действия со стороны Банка Японии, без которых, по мнению рынка, экономики Японии тяжело будет демонстрировать в дальнейшем ту положительную статистику, которую мы видели еще в начале года. Они, конечно же, заставили инвесторов в пятницу закрывать длинные позиции по евро, и поэтому, прошу прощения, по иене, и поэтому пара, в частности, доллар-иена, она закрылась на прошлой неделе в нулях на уровне 104 иен за доллар США. Ну и несколько пунктов после запятой во втором знаке. И последними событиями уже недели ушедшие стали оценка индекса потребительских цен по еврозоне. Рост составил 0,3%, как и в предыдущем месяце, и прирост ВВП Канады. По прогнозам экспертов, экономика Канады должна была вырасти на 0,2%, что должно было замедлить рост. Однако реальные цифры продемонстрировали несколько лучшие значения, плюс 0,3%. Что ж, фактор позитивный, мы отметим, что после серьезного роста в мае, когда мы увидели рост на сразу на 0,5%, до этого экономика росла на 0,1%, на 0,2%, максимум на 0,3% в январе текущего года, и то до сокращения на 0,4% в декабре. Соответственно, коррекция ожидалась, коррекция была весьма в ожиданиях аккуратной, и мы видим, что цифры оказались несколько лучше, что, конечно же, поддержало. Фондовые индексы канадские, ну и, конечно же, канадский доллар, в частности. Рассматривая уже события недели текущей, хотелось бы отметить, что первая неделя осени будет весьма насыщенной на экономическую статистику, но мы традиционно выделяем лишь основные новости, основные публикации, выступления, на которые действительно стоит обратить внимание, которые действительно могут повлиять на настроение рынка. Начиная с понедельника, 1 сентября, еще раз хочу поздравить всех с Днем Знаний, отметим, что сегодня уже в течение азиатской торговой сессии был опубликован индекс PMI для производственной сферы. Надеюсь, вы знаете, что это за индекс, индекс, отражающий соответствующие условия деловой активности в секторах экономики или в экономике в целом. Индекс PMI для производственной сферы по Китаю, как ни по каким другим странам, весьма важен, так как именно на прирост промышленного производства Китая, как крупнейшей, скажем так, фабрики планеты, он влияет на многие другие показатели и, в частности, на смежные рынки, на тихоокеанский рынок в большей степени. Индекс в августе несколько сократился, по-прежнему, находясь выше отметки в 50 базисных пунктов, вышел на уровне 51,1 базисного пункта. Аналогичный индекс от HSBC, Гонконгско-Шанхайской банковской корпорации, также по-прежнему находятся выше отметки в 50, однако несколько ниже своего, скажем так, эталона от Госстата. 50,2 базисного пункта, всяко выше, чем 50, ну и, конечно же, несмотря на некоторый спад, всего лишь на 1,1 базисного пункта, мы отмечаем, что эта новость весьма позитивна. В начале европейской торговой сессии уже вышли данные по приросту ВВП Германии. Окончательное значение прироста экономики Германии во втором квартале подтвердило падение на 0,2% квартал к кварталу, и в годовом исчислении рост составляет 0,8%. Как я уже отметил, статистика по Европе остается негативной, и это все, конечно же, не придает поддержки единой европейской валюте. Мы видим уже в течение европейской торговой сессии понедельника резкое снижение, ну и, в частности, сейчас падение против британского фунта в моменте с начала торгов понедельника составило уже 190 пунктов в последнем знаке после запятой. Не так много, но все же и не так мало для такой низковолатильной пары, как еврофунт. Ориентируясь на другие события понедельника, отметим, что сегодня в половине первого по Москве ожидается индекс PMI для производственной сферы Великобритании. Им будет предшествовать аналогичный показатель по ведущим европейским странам. Италия, Франция, Германия и в целом по еврозоне индексы будут опубликованы с 11.45 до 12.00 по московскому времени. Как было отмечено, в 12.00 выйдет общеевропейский индекс PMI для производственной сферы в целом еврозоны. Во вторник, 2.00 сентября, в течение Тихоокеанской торговой сессии, стоит обратить внимание на новости по Австралии. Изменение объема выданных разрешений на строительство ожидается рост на 0,1% против падения в мае-июне на 5%. И данный показатель, как и аналогичные показатели по экономикам других стран, конечно же, очень важен для понимания отношений инвесторов на внутреннем рынке, прежде всего, к перспективам экономики страны в целом. Также завтра в 8.30 по Москве Резервный банк Австралии публикует решение по процентной ставке. Текущий уровень процентной ставки, собственно, как и прогноз, на завтра это 2,5%. Ставка, которая была установлена в августе 2013 года, вот уже, скажем так, больше года ставка остается на уровне 2,5%. Ну и ориентируясь на сравнение с ставкой Резервного банка Новой Зеландии, мы понимаем, что по-прежнему Резервный банк Австралии не ожидает экономического роста, оставляя ставку на таком относительно низком для Австралии уровне. В это же время в 8.30 ожидается сопроводительное заявление заседания Резервного банка Австралии. А в течение американской торговой сессии завтра ожидаем производственный индекс АСМ, который будет опубликован в 6 часов по московскому времени. Ожидаем индекс на уровне 57 пунктов ровно. Это, скажем так, нейтральная новость, которая, с одной стороны, важна, но если индекс выйдет реально на значение 57, он вряд ли окажет какого-то серьезного влияния, какую-то серьезную поддержку, риск аппетита своим позитивным значением, так как все достаточно ожидаемо. В среду, 3 сентября, также ожидаем данных из Тихоокеанского региона. Это прирост ВВП Австралии за второй квартал. По прогнозам экспертов, предварительная оценка должна продемонстрировать сокращение роста ВВП. И по предварительному прогнозу он составит плюс 0,4%. В годовом исчислении еще чуть хуже, вместо 3,5% 3% ровно. И уже в 7 часов по Москве начнется выступление главы Резервного банка Австралии, господина Стивенса. Ожидаем речи, ожидаем основных комментариев от Стивенса. Дело в том, что в прошлый раз, когда мы наблюдали за выступлением главы Резервного банка Австралии, мы еще раз убедились в том, что регулятор, ну и в частности глава этого регулятора, не заинтересован в сильном австралийском долларе, так как по-прежнему существуют опасения относительно перспектив развития экономики стран Юго-Восточной Азии. И здесь речь идет прежде всего о Китае, как о крупнейшем потребителе австралийских товаров, услуг из любого сектора. Ну и, конечно же, ориентируясь на, возможно, продолжение данного негативного сценария, ожидание замедления темпов роста азиатских экономик, мы в очередной раз станем свидетелями, скажем так, невербальной интервенции, на фоне которой регулятор вновь попытается несколько стабилизировать котировки национальной валюты у более низких уровней. Поэтому наблюдаем за парой австралийский доллар-доллар США, австралийский доллар-японская иена, и, конечно же, другие пары с австралийским долларом, другие кроссы будут не менее интересны, но эти две пары, они будут, на наш взгляд, наиболее волатильными, и наиболее интересные движения по ним мы можем наблюдать в это время. Еще раз отмечу, среда, 3 сентября, 7 часов по московскому времени. В течение европейской торговой сессии ожидаем индекса PMI для сферы услуг. Данные будут опубликованы также по ведущим странам еврозоны, Италия, Франция, Германия, в целом по еврозоне в 12. В 12.30 по Великобритании будет опубликован аналогичный индекс. И в отличие от индекса производственной сферы, индекс PMI для сферы услуг, он, по прогнозам экспертов, останется на прежнем уровне в значении от 50 до 52,5 базисного пункта или 56,5, как мы это наблюдали в прошлом месяце по экономике Германии. Более интересные новости будут опубликованы в течение американской торговой сессии. В 18.00 по Москве Банк Канады огласит решение по ставке. По прогнозам экспертов, ставка останется на уровне 1%. И более интересными станут сопроводительные комментарии представителей Банка Канады. Ожидаем их также в 18.00 по московскому времени. По прогнозам экспертов, здесь мы не увидим каких-то серьезных заявлений, которые бы способны были повлиять на котировки канадского доллара. Но традиционно любая валюта реагирует крайне волатильно в момент публикации сопроводительных комментариев с выступлением центральных банков. В четверг, 4 сентября, в 5.30 по Москве ожидаем данных по торговому балансу Австралии. Позднее, примерно в 8 часов по московскому времени. Время сейчас уточняется. Ожидаем данных по процентной ставке Банка Японии. Здесь все без сюрпризов. Ставка останется в диапазоне от 0 до 0,1%. И более важными станут комментарии со стороны Банка Японии. Как уже было отмечено, на фоне негативной статистики, которую мы наблюдаем не первый месяц, на наш взгляд, представители Банка Японии сделают все для того, чтобы стабилизировать курс национальной валюты. Ну, то есть, просто очередной раз повлиять на его снижение. Данная пресс-конференция начнется примерно в 10.00 по московскому времени. Еще раз повторю, как и ставка, так и пресс-конференция. Вернее, время объявления ставки пока уточняется. Скорее всего, это будет сделано традиционно в конце азиатской торговой сессии. И, ориентируясь на данные по еврозоне, аналогичные решения Банка Англии и Европейского центрального банка по ставкам мы ожидаем, соответственно, в 15.00 и в 15.45. Рынок будет подвержен повышенной волатильности с началом ежемесячной пресс-конференции ЕЦБ, которая традиционно проходит спустя 45 минут после объявления решения по ставке, то есть в 16.30 по московскому времени. И в это же время ожидаем изменения числа занятых от ADP. И напоминаю, что сегодня в Америке празднуется День труда, выходной, поэтому все биржевые площадки, все государственные органы закрыты, поэтому и публикация экономической статистики сдвинута на один день. Это, конечно же, не повлияет на пятничные данные по занятости в США, но отчет агентства ADP с среды переносится на четверг, поэтому в 16.30 в четверг ожидаем жаркой поры, так как и данные по торговому балансу, и отчет агентства ADP по приросту новых рабочих мест в экономике США в августе, все это будет опубликовано в половину пятого, то есть с началом валютной сессии в Соединенных Штатах Америки. И в пятницу, 5 сентября, основное внимание рынка будет приковано к новостям из Соединенных Штатов Америки. Традиционно первая пятница месяца, в первую пятницу месяца мы наблюдаем за отчетом Министерства труда США по приросту новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, так называемый показатель Non-Farm Payrolls. По прогнозам экспертов в августе, количество новых рабочих мест вырастет до 222 тысяч, и ориентируясь на уровень безработицы, он в очередной раз побьет все рекорды до кризисно низких отметок в 6,1% ожидаем данного значения по уровню безработицы в Соединенных Штатах Америки. В это же время в 16.30 ожидается отчет по рынку труда Канады, но он привлечет меньшее внимание рынка, так как, еще раз повторю, конечно, все внимание в это время идет на данные по рынку труда США, на уровень безработицы и на Non-Farm. Что ж, такой будет неделя. Еще раз повторю, что новостей будет очень много. Более подробную о всех новостях по сессиям вы можете найти в нашем экономическом календаре на сайте grandcapital.ru. И сейчас предлагаю перейти к торговому терминалу, рассмотреть торговые идеи по основным валютным парам. Мы начинаем с пары евро-доллар. На прошлой неделе по паре евро-доллар мы ожидали продолжения нисходящего движения с целевым уровнем отметки 1.30-1.15. Увеличим график для того, чтобы убедиться в том, что практически пункт в пункт наше ожидаемое движение совпало с реальным. И сейчас мы видим, что пара евро-доллар находится в попытках формирования данного уровня поддержки. Конечно же, говорить об этом в открытую тяжело на 4-часовом графике. Все же, если пара не закроется на 4-часовом графике ниже этого уровня, еще пока ничего не значит. А ожидаем в более старших таймфреймах, то есть как минимум дневной график. На дневном графике, как показывает история, данный уровень практически соответствует минимуму, который мы наблюдали в это же время, в сентябре 2013 года. Тогда отметка чуть ниже отметка 1.31 ровно стала ключевым уровнем поддержки и отправной точкой для начала формирования многомесячного восходящего тренда. Сейчас мы видим, что все возвращается на круги своя. И ориентируясь на в целом цикличность, свойственную для любой валютной пары, отметим, что эта точка отметка 1.31 ровно может стать, если не разворотной, то как минимум очень важной ключевой точкой поддержки для пары евро-доллар. Поэтому наш прогноз сформированный на прошлой неделе, мы продолжаем. На этой неделе мы ожидаем формирование базы у отметки 1.31 ровно с целевым назначением по сопротивлению 1.31.80. Мы не рекомендуем покупать евро-доллар от данных уровней. Крайне нестабильная ситуация по-прежнему не позволяет говорить о возможном возвращении восходящее движение. И вся экономическая статистика по еврозоне и, конечно же, технические факторы, они, конечно же, говорят о продолжении тренда нисходящего. От отметки 1.31.80 можно рассмотреть сценарий для входа в короткие позиции. Пара фунт-доллар. По паре фунт-доллар на прошлой неделе, как показывает история, мы ожидали примерно следующего движения. Это тестирование сопротивления и вновь возврат к поддержке. Мы видим, что этого не произошло. Более медленный набор позиций по фунту все же продолжается не так, наверное, быстро, как многим бы хотелось. Здесь на нисходящем тренде, о котором уже можно говорить в открытую, мы видим сейчас попытку сформирования коррекционной фигуры, или, как ее часто еще называют, фигуры продолжения тренда, флаг. Ну и ориентируясь на перспективы фунта на неделю текущей, отметим, что, на наш взгляд, пара будет способна закрепиться выше отметки 1.66 ровно. Если это произойдет, дальнейшее восстановление фунта к уровню 1.66.70, оно также, скажем так, является вопросом времени. Пока по-прежнему крайне экстремальными выглядят покупки британского фунта в данных условиях. И, несмотря на положительную экономическую статистику по Великобритании, покупки фунта с технической точки зрения после серьезного длительного восходящего тренда, они на фоне текущей нисходящей тенденции выглядят пока менее перспективными. Наблюдаем за парой в рамках данной фигуры. Ну и пока не рекомендуем покупать, продавать тоже поздно. То есть пара, по сути, остается без торговой рекомендации. Следующая пара – доллар-франк. По данной валютной паре, как вы видите, мы ожидали роста к отметке 0.92.16. Сейчас пара остановилась и находится уже в течение 12 часов у отметки 0.91.87. По сути, эта пара, эта отметка является одним из ключевых уровней сопротивления для пары. Ну и сейчас можно ожидать, что более длительная коррекция по паре, она все же заставит доллар-франк остановиться в отметке 0.91.25. И только после этого попытаться сформировать в очередной раз некое подобие продолжения восходящего движения. Хотя, на наш взгляд, сейчас по доллару как минимум до четверга, до пятницы. Сегодня точно, так как сегодня американская торговая сессия будет вообще неактивна. Конечно же, торги будут, но котировки будут меняться крайне слабо. Соответственно, ожидаем к четвергу, к пятницу усиление волатильности. На этом фоне возможны формирования новых уровней по паре доллар-франк. Другая обратная котировка – пара доллар-иена. Здесь все в рамках нашего прогноза. Мы видим, что на прошлой неделе уровень 103.55 был для нас ключевым уровнем поддержки, который мы отмечали. Это произошло. И после достижения этого уровня мы увидели движение к сопротивлению 104.2. Все пункт в пункт. Сейчас отметим, что по данной паре мы можем выделить некую попытку остановки. Попытку остановки с целью формирования данной базы. И, конечно же, здесь мы не рекомендуем сейчас покупать пару. На наш взгляд, сейчас будет попытка уйти вновь к поддержке отметки 103.8. И после этого уже, если мы увидим на 4-часовом графике формирование уверенной базы, можем рекомендовать дальше покупать. Пока вот нам такой галочкой видится возможный сценарий по паре доллар-иена. Естественно, с усилением волатильности к четвергу и пятнице. Не рекомендуем сейчас покупать. Покупайте традиционно на восходящем тренде только от поддержки. Кросс евро-франк. Евро-франк, этот кросс по-прежнему не дает нам нормально войти в рынок. Ну и здесь, собственно, не дает и потерять, так как покупки мы рекомендовали от уровней сопротивления, которые просто-попросту не были достигнуты на прошлой неделе. Сейчас хотелось бы отметить, что уровень 101, вернее, 20.50 является уже практически техническим уровнем. Как вы знаете, отметка 1.2 является официальным минимальным значением для пары, которую объявил Швейцарский национальный банк. Поэтому уже от этого уровня можно рассматривать короткие, с точки зрения времени, позиции, ориентированные на покупку. Естественно, покупать мы не рекомендуем раньше сопротивление отметки 1.20.70. Именно от этого уровня можно рассмотреть вход в рынок в длинные позиции, то есть позиции на покупку. Еще раз повторю, в данном случае короткие и длинные я не ассоциирую никак с покупкой-продажей, только по времени. Пара австралийский доллар, доллар США. Здесь мы на прошлой неделе оставляли наше ожидаемое движение в рамках предыдущего прогноза, который мы формировали еще 18 августа. Пара, как мы видим, еще раз убедила нас в том, что поддержка 92.90-92.70 является ключевым уровнем, который уже отмечен у нас на графике. Далее мы увидели движение чуть выше отметки 93.70 и вновь возврат к обозначенному нами ключевому уровню отметки 93.38. Сейчас мы видим, что по австралийскому доллару крайне усиленная волатильность наблюдается в том числе на фоне ожидаемой статистики. Это данные по ставке, это выступление главы Резервного банка Австралии, о чем я сегодня уже упоминал в начале нашего вебинара. Сейчас хотелось бы отметить, что если мы увидим, что уровень 93.4 остается в качестве ключевого уровня поддержки, рекомендуем продолжить покупать пару с ключевым уровнем отметки 94.30. Покупаем не раньше 93.65-93.70, так как сейчас высок риск того, что пара может уйти вниз к поддержкам на фоне комментариев со стороны представителей Резервного банка Австралии. Поэтому отрисуем альтернативный сценарий, это коррекция к отметке 92.90. Ну и от этого уровня мы рекомендуем покупать пару австралийский доллар с перспективой текущих уровней 93.50. Следующая пара – новозеландский доллар, доллар США. Здесь мы видим, что та база, которая получила начало формирования на прошлой неделе отметкой 83.60, по-прежнему остается актуальной. По-прежнему наша рекомендация покупать пару является актуальной только после закрытия выше ключевых уровней сопротивления, то есть отметки 84.15. Только от этого уровня мы рекомендуем покупать пару, пока же по-прежнему без идеи. Перенесем нашу торговую идею вперед. Еще раз повторю, мы рекомендуем покупать пару только если она закроется выше текущего уровня сопротивления, отметки 84.15. Ранее, конечно же, входить в рынок нет смысла. Ну и еще раз повторю, что мы не рекомендуем продавать пару новозеландский доллар, доллар США. И последняя пара, котировка доллар США, канадский доллар. На прошлой неделе мы ожидали продолжения обратного движения по паре. В качестве поддержки мы рассматривали отметку 0.108.85. Видим, что на фоне усиления волатильности к концу недели пара продемонстрировала более резкое движение. Для пары на этой неделе ключевыми станут решения по ставке Банка Канады и выступления главы Банка Канады. И здесь стоит отметить, что на фоне фундаментальных и технических новостей, которые ожидают пару на неделю текущей, та сформированная база, которую мы наблюдаем сейчас, она, на наш взгляд, еще раз будет подтверждена. Соответственно, в качестве поддержки здесь мы наблюдаем отметку 1.0820. Именно к этому уровню мы ожидаем пару уже к вторнику в среде. И уже у данной пары, вернее у данного уровня пара будет пытаться формировать некую базу, от которой без рекомендации покупать мы наблюдаем, мы увидим, скорее всего, попытку вернуться к локальным уровням сопротивления. Что ж, коллеги, на этом наш обзор подошел к концу. Напоминаю, что он выходит каждый понедельник в 11 часов по московскому времени. Хочу пожелать вам успешной торговой недели. Всего доброго. До свидания.